11 месяцев в украинском плену. Бесконечные переезды, подвалы, издевательства карателей батальона Айдар и никакой надежды на возвращение в родной Луганск. Денис Чепига вступил в ополчение, однако ни одного выстрела сделать не успел. Поехал в Краснодон за своим товарищем на автомобиле и, возвращаясь назад, у Новосветловки был взят в плен солдатами ВСУ. С машинами просто выдернули, выкинули на землю, забрали все документы, машину забрали, ничего не предъявляли, просто выкинули и все. На нем была камуфляжная форма. Это и послужило поводом для задержания. У его товарища обнаружили российский паспорт, что сыграло роковую роль. Его попросту расстреляли. Человек, которого я вез, им не понравился, у них был российский паспорт, перчатки им не понравились, и они его сказали расстрелять. Причем расстреливали там еще несколько людей, потому что слышно было. Первой камерой заключения стал продуктовый магазин в Новосветловке. Там пробыли недолго. Айдар отцы время от времени заходили в помещение и ради развлечения били задержанных. Их было более 20 человек. Некоторых расстреляли, остальных на следующий день посадили в термобудку и повезли в Луганский аэропорт. Они просто посадили в машину термобудку, в которой дышать нечем было, и отвезли в Луганский аэропорт. Но пока ехали, я же говорю, там половина людей чуть не позадыхалась, потому что дышать нечем было, все. Мы же лежали, почти доходили. Ну, потом остались, слава богу, живые. Если бы еще полчаса проехали, уже по-любому открыли бы, уже все позадыхались. Сколько дней было проведено в подвале аэропорта, Денис сказать не может, поскольку определить время, находясь в полной темноте, с завязанными скотчем глазами довольно сложно. Бетонный пол, отсутствие еды и воды и постоянные издевательства. Мы издевались, могли просто зайти, одни менялись, один пришли, кому-то понравилось, хотелось, того ударил, того ударил кто-то. Это в аэропорту еще более-менее нормально. Там стояла как бы нацгвардия, но было издевательства, но там меньше. А потом перевезли в какой-то, ну не знаю, какой-то цех, вроде в Лутугину. Ну а там уже был тоже батальон Айдар пришел, то, что они сами говорили. Ну те издевались, да, те чисто. Им ничего не надо было, им ни информации никакая не нужна была. Им они просто приходили, они рассказывали, сейчас мы вас будем бить. Там говорили, там кто хочет покурить, там сейчас зайдем сигареты, там. Издевались. Люди, слышал, там тоже, которые издевались, до танков привязывали, до трубы, там заводили, типа, ну типа спалить хотели. Обычный мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Все 11 месяцев его обвиняли в участии в незаконных вооруженных бандформированиях с целью посадить в тюрьму по уголовной статье. Перевозили из города в город. Северодонецк, Харьков, Старобельск, Сватово. Тоже перевозили, как, я не знаю, как барашков каких-то. Они подогнали, как Урал. И закидывали туда, и заставляли, чтобы один человек ложился на другого. Даже не дали не сесть, ничего, а просто один, на него другой, третий. И так вот все кучей наложили людей и поехали. Чтобы там передавили друг друга, чтобы там ни ногой не пошевелить, ничего. И там совсем больно, чтобы делали специально, чтобы можно было ноги поворачивать и все. Он до сих пор не знает, каким чудом все это закончилось. И благодаря правительству республики, в частности Ольге Копцевой, он вернулся домой. Говорит, в последнюю неделю пребывания в украинском плену бить перестали. Чтобы зажили нанесенные карателями раны. Теперь отойти от всего пережитого и вновь вставать на защиту родного края.